здравствуйте друзья когда инструкции мы читали и всякую там сопровождающую вещь тексты всякие к заявке на лотерею green card были там такие слова что граждане пожалуйста не оставляйте на последнюю неделю а последняя неделя вот уже пошла до сегодня там у нас лежит трудно сообразить 30 31 вот 6 ноября октября 6 ноября последний день там в полдень все заканчивается осталось несколько дней сейчас люди которые долго делали фотографии или не знаю что они еще там делали долго но вот я обещал тут одному помочь так он все фотографии не сделал вот где-то вот на подходе ну и как органы сообщали что последняя неделя она как бы стремная потому что сыпется обрушивается там много желающих и так далее и так далее и надо сказать что мой личный опыт как бы присутствие так сказать при процессе никогда не выталкивал меня вот в этот в эту вот проблему последние недели может быть просто потому что я мало внимания обращал потому что если они там пишут что желательно этого избежать то наверное эта проблема известная но вот вот сейчас мы столкнулись с тем что каждый день у нас на канале идут десятки десятки комментариев что вот я там уже пять раз десять раз пятнадцать раз со всех компьютеров с разных браузеров вычищал cookies вычищал кеш ходил в клуб там с тамошнего компьютера ли там в интернет-кафе пытался оттуда не получается сбрасывает сбрасывает на последней странице сбрасывает при переходе с первой странице на вторую говорит что нет соединения говорит что там еще какие-то сообщения выходят и так далее и просто какой-то ну я бы сказал стон стоит и я не видел нигде никакой статистики не знаю если она вообще даже в природе по части того какой процент уже желающих подал какой собирается подать или там я не знаю сколько их там подают каждый день но совершенно очевидно что на бэк-энди да там у них проблемы и это это как бы прет но но со страшной силой то есть если неделю назад когда человек говорил у меня там что-то не получается ему говорили браузер поменяй и этого было достаточно обычно там на 90 процентов а чтобы уже сто так надо было там часок подождать и и нормально заходила да то сейчас уже в какой-то мы такой довольно стрёмной ситуации я тоже немножко волнуюсь потому что я должен чеку помочь там я обещал и заполнить вместе с ним но я теперь не знаю получится или нет я могу конечно заполнить из соединенных штатов но я не я не знаю насколько это скажется на чем бы то ни было вообще не знаю да то есть если если сервак там плохо себя ведет чего что в общем такая интересная история и я думаю что то сказать надо ребятам которые там мучаются страдают переживают это не нервный процесс потому что от некоторых живет они специально решили заранее закончить делают вид там мы как-то так вот козни строят я не думаю что козни строят там закон есть процесс идет но все-таки чего делать если не получается хороший хороший вопрос правда из самых общих соображений то есть наверное где то есть люди которые лучше разбираются они точнее скажут но из самых общих соображений я бы сказал так что надо добивать это первое то есть не бойтесь того что будет повторная заявка или что-то если вдруг система приняла то что кажется что она не приняла да то она вам скажет что ты делаешь повторную заявку вы вы ей доверяете она это делает она ведь заявка повторная поэтому до тех пор пока вам номер не выдали до долбайте либо номер либо расскажут что заявку повторная начисла повторно это не надо ничего а если нет то значит бьем до номер следующий момент состоит в том что я бы не не трогал этот сервак допустим пару часов не знаю в 10 утра пошел заполнять не получается в 12 пошел в два в четыре в шесть восемь в десять полночь то есть вот как бы дать ему какое-то время на то чтобы там рассосалась мы же не знаем в разных странах когда там люди идут но совершенно очевидно что если один человек у которого не получается создаст нагрузку допустим там десятикратную до тем что многократно делает вот прямо сейчас и это не один он а многие так поступит то будет еще хуже и они в том смысле что давайте поможем остальным снять нагрузку чтобы у них получилось за насчет нет я я не к тому говорю а потому что если сейчас момент такой перегрузочный значит надо подождать момента когда будет лучше вы можете сказать а если не будет такого момента не знаю я я как бы как чек технический исхожу из того что будет что нагрузка не бывает равномерной вот она всегда ходит там куда-то вверх или вниз может быть будет еще хуже это не исключено вот но и как бы мы надеемся что будет меньше что еще можно сказать конечно надо видеть какое сообщение дает системы и там на что конкретно жалуется но в общем и в целом конечно можно попробовать из других мест вот там пойти к приятелю пойти там в интернет-кафе с каких-то других подключений да вот например очень многих сообщение идет что нет нет соединения еще такое произошло соединение нет ну в общем я бы я бы так посоветовал и я очень приветствую если у кого-то есть более продвинутые решения на этот счет ребята пишите в комментариях потому что это очень востребовано очень очень востребовано и я думаю будет еще востребована ближайшие несколько дней до 6 ноября пока идет прием заявок хорошо прямо в комментариях пишем счастливо а